Я как-то, мне было всего лет 8 или 9, я помню такой случай, одна, ну я всегда изучал мир людей, даже с детства, я наблюдал за людьми, и одна знакомая моей мамы, она, ну как бы я пришел к ней домой, и она говорит, Олежка, возьми яблочко, пожалуйста, а то пропадет к вечеру. Я говорю, а как оно пропадет, оно же еще не испортилось, а она говорит, да, муж придет, и оно пропадет. У женщины есть такое, понимаете, все для детей, ты что жрешь, это для детей вообще, это не для тебя вообще, для детей. Вот женщина, когда она не понимает, вот когда, как женщина разрушает семью, смотрите, как бы женщина, которая всегда будет сохранять семью, сначала надо накормить мужа, потом она сама кушает, сама кушает, потом кормит детей. Женщина, которая разрушает семью, она сначала кормит детей, потом сама кушает, а потом все осталось, что осталось, мужчина приходит с работы, сам жрет. Все, значит, до свидания муж, такая жена не нужна никому. Вообще, я вам больше расскажу, часто бывает еще хуже, сначала кушает, первым кушает собачка, она самая лучшая в доме вообще собачка, ее сначала кормят, потому что она гавкает, не дает поесть. Потом кормят дети, потому что кушать хотят, потом жена тоже, она как бы сильно хочет покушать, а потом только муж. Все, до свидания. То есть, если, понимаете, если мужчина на последнем месте стоит в семье, значит, он не будет в этой семье жить просто, ему это сто лет не надо. Женщина по своей природе себя, как наслаждающуюся, всегда ставит на первое место, это ее природа. Мужчина думает, что она же для него живет, как бы. На самом деле, женщина, она сама только тоже так думает, что она для него живет, но на самом деле, ей мужчина нужен для счастья. То есть, он ей дает квартиру, обстановку, какая ей нужна. Вот, допустим, в квартире, что, все флажками там нарисовано, и этими гимнами? Нет, все цветочками, это женская энергия. Кроватка тоже такая. И если женщине на кровати на этой неприятно, она в доме стоять не будет. Все равно будет та кровать, в которой ей приятно лежать, и все, хоть убейся. Понимаете, вот все в доме, все абсолютно имеет женскую природу, все для женщины. Понимаете? Дети тоже, вот, допустим, мужчина с женщиной ругается, допустим, да? Ну, есть исключения, но в основном, как бывает, мужчина с женщиной ругается, дети сразу переходят на стороны мамы, они защищают маму. Собачка сразу переходит на стороны мамы, гавкает на него, на мужчину, гавкает. И если вы понаблюдаете, тараканы тоже будут переползать, понимаете, на сторону женщины. И если вы пожалуетесь друзьям, они тоже займут в сторону женщины. Я разок к наставнику пришел, просто посоветоваться, у нас с женой был как, ну, не конфликт, а просто разногласие. Наставник выбрал в сторону жены. Я потом один на один его спрашиваю, что, как бы, действительно вы так считаете? Он говорит, я так не считаю, но когда вот такая ситуация в семье, надо защищать женщин. Даже наставники и те защищают женщин, понимаете? Все у нас, вот мужик, он, понимаете, он, все в этой ситуации, он, никто его не защитит, понимаете? И некоторые женщины, они пользуются этим, понимаете, что они, как бы, в этом мире главные с точки зрения счастья, любви. То есть, они центр внимания. Дети все, например, вот смотрите, если взять семью, есть женщина, и дальше вокруг нее дети, муж, собачка, все на нее сосредоточены, потому что она объект любви. Если женщина вот это чувствует очень сильно, и как бы ей хорошо вот так жить, да, а типа, ну, как бы, да, я тебя люблю, но ты, как бы, зарабатывай, все нормально, он уйдет. Потому что разумная женщина, она хоть и понимает, что она центр внимания, центр любви, она все равно просто своим поведением показывает, что ты у нас центр любви, мужу. Она ему показывает, ты главный у нас, это тебя мы в первую очередь будем кормить, это тебя мы все в первую очередь любим, женщина говорит, мужу. Ну, так, показ, так живет. И тогда он будет верным. Он никогда не бросит, это просто невозможно. Понимаете, можно продиагностировать женщине свой интеллект. Вот смотрите, допустим, разумная женщина, все женщины видят недостатки мужа, и все женщины понимают, в каких вопросах он дуркует. Вот любая женщина понимает, тут вопросов нет вообще, она говорит, господи, ну, да, только они уже понятные, и не то, что еще, а тебе непонятно. Любая женщина видит недостатки своего мужа, любая. Теперь, как ведет себя разумная женщина, как глупая? Разумная женщина делает вид, что она, ну, как бы, что все нормально, никаких недостатков нет, все хорошо, я твою точку зрения уважаю, принимаю, все, да, совсем согласна. Ты прав, разумная женщина. Но она знает, кто прав на самом деле, и постепенно он принимает ее точку зрения. Если это сравнить с паровозом, то она так потихоньку стрелки перевозит, и паровоз начинает ехать через какое-то время прямо в противоположную сторону, но считает, что он едет прямо, куда и ехал, понимаете, он уверен, потому что мужчина так психика работает, он говорит, я сам знаю, что надо было ехать туда, то есть, ну, так, у него не поменяется мышление, понимаете, женщина, мужчина, но мышление никогда не поменяется. Он все равно будет ехать прямо, потому что он едет прямо, а она ему может потихоньку из любви переворачивать стрелочки, он уже едет в другую сторону, но тоже прямо. И уверен, что он все в одну сторону всегда ехал. Понимаете, так разумная женщина действует. А глупая женщина всегда указывает мужчине на его недостатки, всегда его унижает, всегда, ну, как бы, спорит с ним. И тем самым усиливает его глупости и недостатки. То есть, понимаете, энергия любви — это изначальный импульс знания. Вот для того, чтобы вы поняли меня, я должен вас любить, как людей. Если я вас не люблю, вы не впитаете в свое сердце то, что я вам говорю. Это невозможно. Вот такими любить, как и вы есть. Понимаете? Точно так же женщина является импульсом любви в семье. И она сердце Бога, ну, как бы сердце семьи. Она голос Бога, женщина. То есть, она чувствует истину быстрее, чем мужчина, намного. Она голос Бога в семье, женщина. Но единственное условие, чтобы этот голос Бога был принят всеми остальными, она должна принимать людей. Своего ребенка, вот таким, какой он есть, чувствительный, болезненный. Не надо думать, что это от чего-то произошло. Так просто он вот такой и все. Такой родился. Своего мужа. Женщина всех должна принимать такими, какие они есть. И дальше, после этого принятия, начинается их изменение. Потому что изменение человека, первый этап изменения – это принять. Но принять очень трудно. Женщине очень трудно. Мужчину принять таким, как он есть. У нее в сердце гармония, любовь, нежность. А он деструктивный по природе мужчина, любой. И надо просто… Вот мудрая женщина, как она мыслит? Она думает, мне Бог вот этого человека дал. Вот какой есть, такой есть. Я должна с ним жить. Вот она так мыслит и живет вот с человеком, потому что Бог дал. Она не думает, что она сама нашла. Она думает, Бог дал, вот я с таким живу. И она поэтому человека принимает. Вообще, принять вот эту идею, что мужчина должен тебе гармонию в сердце дать, невозможно. Понимаете, это женщины вам гармонию в сердце дадут. Когда вы будете с ними дружить, общаться, это они вас будут понимать, они вас будут любить. Понимаете, а муж нужен для того, чтобы была стабильность, защита, сила в вашей жизни. То есть вы заботитесь о нем, и он чувствует вашу любовь. Он будет благодарен, он будет за вас жизнь свою отдавать. Но вот, знаете, таким вот, чтобы от него шла такая, знаете, гармония такая, спокойствие, вы не дождетесь. Потому что он мужчина. У него другая энергетика. Я сейчас вам просто чисто законы этого мира хочу чуть-чуть рассказать. Вот смотрите, я когда числа изучал, числа 1, 3, 5, 7, 9, мужские. Я, допустим, беру, вот в лечении у меня есть пластины на пояс, да, ставлю пластины, чтобы, ну, у человека через спину как бы энергия спокойствия, то есть все напряжение в спине скапливается, у меня есть такой метод, что я ставлю пояс такой и расслабляет человека. Мы исследовали эту тему. Ни одно мужское число не может человека лечить вообще. Вот человек с мужским числом надевает пояс, ему плохо становится, хоть мужчине, хоть женщине. Женские числа 2, 4, 6, 8. Женскими числами ставишь пояс, человека расслабляет. И любое лечение, для лечения нужна только женская энергия. Только женская энергия. Мужская не лечит. Операция – это мужская энергия, никому не хочется опираться. Понимаете? Антибиотики – тоже мужская энергия. Они убивают бактерии, тоже не очень приятно их пить. Понимаете? А все остальное лечение, которое гармонизирует что-то в организме – это женская энергия. Понимаете? И женщины вы родились для счастья. Мужчины тоже это должны знать. Потому что неотверо мужчины завидуют женщину. Они говорят, ну что развалилось? Иди на зарядку со мной. Она вообще-то родилась для счастья, а не для зарядки. Понимаете? А если она… Вот смотрите, как бы мужчины, вы что, вы замуж себе кого берете? Вот давайте, вы что берете замуж такую, как бы, атлетическая такая, сильная такая, выносливая такая, коня на скаку остановит, горящую избу войдет. Да? Вы такой берете? Нет, вы берете расслабленную, нежную, красивую. Потому что, когда женщина спокойно, расслаблена, нежная такая, это уже включает в себя лень. Запомните, мужчин. Уже включает в себя лень, сама эта идея. Если женщина перестанет быть ленивой, она сразу перестанет быть красивой. Понимаете, женская красота расслаблена, значит, она для счастья создана. Все. Понимаете, это все сразу определяет. И надо завидовать женщине. Допустим, а что ты не все кушаешь вообще, а только самое лучшее, самое сладенькое все съела, мне остальное оставлю. Ну, потому что она женщина. Она для самого сладенького вообще-то родилась. Если хочешь самое сладенькое, подожди, в следующей жизни женщина будешь, будешь самой сладенькой. Женщина для счастья родилась, понимаете? Она поэтому и валяется на кровати больше, чем вы. Что она для счастья родилась. А если вы как бы не согласны с этим, так она вас не будет любить просто. Чуть за счастье жить человеком, который не согласен, что я для счастья родилась. И женщина очень позитивно настроена к подвигам мужчины. Вот, допустим, мужчина там какую-то аскезу совершил, там, допустим, попастился, там, пробежался, еще что-то сделал. Она говорит, молодец, молодец. Продолжай, продолжай. Ей так нравится, когда мужчина мучается. Она счастлива просто. А? Что? К сыну женщина никогда так не будет относиться. Мужчина, сын это не мужчина, это ребенок. Даже взрослый. А муж мужчина, пусть мучается. А сын, пускай, будет счастлив. Сыночек, дорогой мой, любимый, не напрягайся, тебе же больно. То есть, поэтому... Мой муж стоит, муж стоит, сыночек. Поэтому она есть и свекровь, которая видит, как к мужу относятся. Ах ты гадина. Вот, понимаете? К моему сыночку она так относится, он запахался у ней. Сыночек мой родной. Чувствуете? Несправедливость есть во всем. Мужчина, допустим, в чем несправедливость мужчины к женщине? Мужчина видит женщину, как объект для наслаждения. То есть, ему надо ее заломать, в постель положить, что-то там с ней делать. Понимаете? Это для него наслаждение, объект наслаждения. Все. Ему надо эксплуатировать. Эксплуатация означает так же, на кого не смотреть, ни о ком не думать. И, понимаете, у мужчины в психике заложено, что жена, она вот такое существо, что она думает только о нем. Если она подумала о чем-то другом вообще просто, он в шоке. Ты что вообще? Ну, то есть, он думает, что она должна вот думать только о нем вообще. Ну, и женщина, конечно, понимает это, поэтому она подыгрывает. Она делает вид, что она только о нем думает, но сама втихаря там думает еще о чем-то там. Разные у нее есть дела в жизни, вопросы. Когда муж приходит домой, допустим, и жена не встречает его. Он, в чем дело? Ты о чем думаешь вообще? Поэтому есть определенный этикет поведения. Вот, допустим, муж приходит домой, надо сразу раз все бросить и его встретить. Что я только о тебе думаю. Все, я твоя. Его сразу расслабляют, ну, слава богу, все. Понимаете, так устроен мир просто, ничего не сделаешь. Это называется уважение к природе человека. Вот мужчина, он как бы считает женщину свою. Поэтому и придумали слово «за муж вышла». За мужа, то есть, спряталась за мужа. То есть, она все ни родителям не принадлежит, никому мужу принадлежит. Если женщина думает, чувствует, что она принадлежит родителям, мужчина с ума сойдет просто. Она понятна, женщина принадлежит родителям. У нее она очень близкие отношения с родителями строит, женщины. И с детьми. Но женщина должна показывать мужчину, что он для нее самый главный, не дети. Все мужчины, понимаете, мудрые, понимают, что для женщины самое главное дети. Они понимают. Но если женщина показывает, что он самый главный, он очень часто. Понимаете? Это касается мужчин. Что касается женщин, то... Вот женщина родилась для счастья, понимаете? Вот, допустим, давайте ситуацию в семье, допустим. Мужчины хорошее настроение. Такой лежит на диване. Ну, просто смотрит телевизор, да? Он лежит ему хорошо, смотрит телевизор, ему хорошо, потому что все ухожен, он покушал, все классно. Но кто для счастья-то родился? Кто здесь для счастья родился? Женщина, она там убирается, где-то ходит, приходит. Опа. Сидит. Гад. Я для счастья родилась, а он сидит на диване. И мужик, он не понимает, что она его пилить-то начинает, что я сделал плохого. Я сижу, как бы, никого не трогаю, смотрю телевизор. Она подходит, говорит, что расселся? У нас еще не прибрано. Это означает совсем не это, то есть она, он, теперь смотрите дальше, логика. Он говорит, ну, если мужчина благородный, он говорит, мне помочь тебе прибираться? Она говорит, да не надо, я сама приберусь. И он говорит, что она от меня хочет вообще, то есть, я сижу, никого не трогаю. Она говорит, что расселся? Она хочет вот чего. Если я не испытываю счастья в доме, никто на это не имеет права. Вот и все. Поэтому что надо делать? Вот, допустим, жена, вы сидите, телевизор смотрите. Ну ладно, с работы устали, она убирается. Она заходит в комнату. И вы говорите, моя хорошая, давай я тебе помогу. То есть вы должны сразу перестать испытывать счастье. И в этот момент она сразу заулыбается и станет хорошо. Понимаете, вот смотрите второй, допустим, вариант. Вот у женщины очень сложно с волевым импульсом. Ей очень трудно начать что-то делать вообще в целом, потому что сила воли очень слабая. Допустим, на кухне бардак, допустим. Женщине очень обидно, понимаете, что муж, он наслаждается жизнью на кухне бардак. Вот это не значит, что вам надо мыть посуду. Вы заходите на кухню и говорите жене, давай я помою посуду. Включаете воду, начинаете мыть. А, вперед, да, первым. И улыбается, и говорит, отдыхай, моя хорошая, отдыхай. Если она действительно очень сильно напряжена, устала и отдохнет, это для вас же лучше. Потому что если она не отдохнет, она вам вынесет мозги. Ну, то есть, понимаете, у женщин так психика заложена, что она не может быть страдающим в последней инстанции. Страдающим в последней инстанции будет все равно мужик. Поэтому если она страдает, а он нет, она им будет мстить. Не осознанно. Может, даже ничего не говорит, некоторые женщины очень благородные, они не говорят, но молчат. Как они молчат? Женщина создает атмосферу в доме. Это ее энергия, понимаете? Это энергия счастья женщины. Она наполняет тараканов, собачку. Все, что даже попугайчиков, все, что в доме находится, он наполняется энергией счастья женщины. И если женщина недовольна тобой, ты эту энергию счастья в доме не получишь. Краник выключается. Ты не сможешь наслаждаться ни диваном, ни пищей, ни чем. И мужчина ходит вокруг женщины и говорит, что такое? В чем дело? Она говорит, я тебя трогаю. Она не может нормально находиться в доме, потому что энергия счастья выключена. Он же должен в доме получать счастье. Понимаете, женщина трудится энергией счастью своей, она в доме постоянно отдает. Поэтому она от дома устает. Она отдает, там отдает эту энергию счастья, постоянно все прибирает, налаживает, чтобы все давало счастье. Мне так психика устроена. И поэтому женщине обязательно надо удрать куда-то из дома, для того, чтобы отдыхать от этого, понимаете? Если женщина не отдыхает, она потом с ума сходит. Ей в доме вот постоянно находиться невозможно. Это просто невыносимо. Как женщина отдыхает, мужчины, запомните, как женщина отдыхает, когда женщина общается с подружками по телефону. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, тру-ля-ля, да ты моя хорошая. Запомните, в это время она отдыхает. Не трогайте ее, вам же будет хуже. Если она не отдохнет, она вас порвет просто психически. Потому что у женщины психика так работает. Если мне плохо, вот мужчины, запомните, это очень важный момент. И вы это не переделаете, так устроена природа. У женщины так психика работает. Если мне плохо, виноват в этом ты. Запомнили? Женщина, она никогда это в себе не переделает. Если ей плохо, ну плохо, и нет мужа, допустим, да? То она просто плачет в это время, думает, у меня никого нет. Если ей плохо, вот допустим, да? Она плачет не от того, что ей плохо, а от того, что никого нет. А если кто-то есть, есть муж, допустим, ей плохо, то виноват муж. Не так я разве, женщина, говорю? Так. Поэтому, мужчины, в ваших интересах сделать так, чтобы женщине было нормально. Чтобы ей не было плохо. Следите за этим. Поэтому женщина должна отдыхать. Как она отдыхает? Женщина отдыхает, когда приходит на лекции. Ей нужно познавать, как устроен мир. Вот она садится, лекцию слушает, думает, как хорошо. Если ее спросить, допустим, о чем лекция была, она скажет, мне очень понравилась лекция. А о чем? Я не могу сейчас сказать, но очень понравилась. Потому что женщина на лекции все впитывала, всасывала в себя. То есть она не то, что ничего не поняла, она все поняла, но просто она не может конкретно сказать, что она поняла. Она все впитала это в себя, и потом в жизни, когда это всплывает, она уже знает, что это так, это так. Потому что она все это всосала в себя. И в это время она отдыхает очень сильно сердцем, женщина, на лекции. Очень сильно. Поэтому ей, женщине, нужны всякие кружки там посещать. Мужчина часто говорит, слушай, ты меня задолбал. То один кружок, то второй. Вот, понимаете, все женщины отдыхают по-разному. Некоторые женщины, я как бы, мужчины, ну, я, конечно, я вас, ну, как бы, не проклинаю на это. Но некоторые женщины отдыхают только в супермаркетах. Это означает, ну, вы просто, если вы понимаете, если вы замуж берете девушку, вот смотрите, я сейчас вам объясню, чего вам придется принять в жизни. Запомните, женщины, у мужчины, у каждого есть привычки. Эти привычки переделать или поменять очень сложно. Практически невозможно. Очень сложно. Вот какие привычки у нее есть, вы, если согласны с ними, значит, вот живите. Вот, допустим, мужчина склонен курить, или склонен выпивать, или склонен гулять там. Ну, то есть, это привычки. Вредные привычки у мужчины, это его недостатки, естественно. Ага, спасибо большое. У мужчины, вот это его естественные недостатки, вредные привычки. У женщины тоже есть естественные недостатки. Хотя у мужчины некоторым, у женщины должно быть недостатка. У нее есть эти недостатки, естественно. Это ее зона отдыха. В каждой женщине есть зона отдыха. Одна отдыхает, когда покупает вещи. Другая отдыхает в тишине, чтобы никто не подходил. И это надо ей предоставить. Ты должен ей давать возможность быть одной и не трогать ее в это время. Третья женщина отдыхает в общении с подружками. Вот она болтает с ними, это для нее отдых. И если она отдыхает, общается, и ты в это время ей сказал, хватит болтать, ты уже полтора часа болтаешь, то для нее это будет просто кошмар. Потому что, ну представьте, вы отдыхаете, у вас что-то будет, допустим, спите, это неприятно, невозможно жить в такой обстановке. Вот. Следующая женщина, она отдыхает, ей надо куда-то съездить. Какую-то поездку, допустим. Вот она отдыхает. Она, если не съездила, она с ума сходит. Мужчины, я как бы, поймите, что, как бы, я не хочу вас проклинать, но некоторые женщины отдыхают, когда им покупают дорогие украшения. А по-другому они не отдыхают. Ну, хочу сказать, заранее, что такие женщины обычно находятся, таких мужей, которые могут это делать. По-другому они замуж не выходят. Ну, то есть, ну, обычно, как бы, идут вот такие. Но поймите, вот как женщина отдыхает, это переделать невозможно. Вот что для нее является отдыхом, расслаблением, это как, ну, можно сказать, как добрая, вредная привычка. Ну, то есть, у мужчин злые, вредные привычки, а у женщин добрые. И вот эту привычку уже не переделать, невозможно. Вот она вот так отдыхает, значит, так, все. Понимаете, для того, чтобы друг с другом строить отношения, мы сегодня об этом говорим, об отношениях, мы должны очень какие-то фундаментальные вещи понять. Вот самая фундаментальная вещь отношения начинают с уважения. Вот уважение — это супераскеза, понимаете, для человека. Уважать противоположный пол — это супераскеза, потому что всегда это кажется несправедливым с самого начала, пока человек не получает знаний. Понимаете, вот женщине рядом с мужчиной хочется капризничать. Вот рядом со своим, вот чужим, конечно, нет, но рядом со своим просто по природе хочется капризничать. Вот, допустим, я наблюдал за своей женой, допустим, просто на пляже, да, она одна идет в море, допустим, заходит спокойно, плывет назад, все. Со мной в море заходит, берет меня за руку, так хватает, такая боится, говорит, мне холодно. Я говорю, ну пойдем, моя хорошая, все нормально. Нет, мне холодно. Вот, я иду потихонечку, так медленно очень, мы с ней заходим, она, ой, не могу, холодная вода. Потом, я туда далеко не поплыву, мне страшно, я буду к тебе плавать, я от тебя. Я говорю, хорошо. Ну целый ритуал, понимаете. И это происходит неосознанно. Вот она одна заходит, поплыла без проблем вообще. Зашла, вода не холодная. Как только со мной, сразу холодная, сразу капризы. И вся энергия, все вот я, как бы, если я с ней пошел купаться, то вся энергия на нее уже идет. То есть она, мы как бы, она купается, я помогаю. Мужчины, понимаете, да, о чем я говорю? Но если вы скажете, да пошла она, я тоже хочу покупаться. Вот с этого начинается неуважение. Потому что если вы находитесь рядом с женой, это по определению означает, что жизнь течет вокруг нее. Вот, допустим, вы пошли в кино с женой, забудьте про свой отдых. Вы идете с женой в кино, поэтому вы должны, а как, мороженку хочешь, не хочешь, ладно, пироженку там, вот, снимать ей там, одевать одежду там, дальше как-то смотреть на нее и так далее. Вот. Мужчины что-то не хлопают. Зачем это все вот так создано, понимаете? Уважение означает супер аскеза. Понимаете, супер аскеза, которую очень трудно принять. Но именно с этого начинаются отношения. Если вы не уважаете человека, но не понимаете, что вам придется трудиться ради него. Мужчина скажет, а что это должен перед ней прыгать? Ну, не должен, значит, будет другой перед ней прыгать, а ты останешься в дураках. Поймите, что вариантов нет, что-то переделать в этом мире. Понимаете, как он создан, так создан. Надо просто это все принять. Итак, смотрите, допустим, вы подходите к жене, как у тебя настроение, как ты себя чувствуешь там, у тебя все нормально там. Понимаете, женщина, она хочет максимальное внимание и заботы к себе, и это она воспринимает как счастье. Это называется также уважением к женской природе. Если ты ведешь себя вот рядом с ней вот так, значит, ты ее уважаешь, относишься к ней хорошо, и значит, ты хороший человек. Теперь вы спросите, а может мне это очень тяжело делать? Вот это уже никого не волнует. Вот, допустим, я когда вот сижу вот там, и девушки на меня бросаются с вопросами, тяжело мне или нет, это никого не волнует. Я должен каждую выслушать, по-доброму сказать. Надо принимать жизнь, какой она есть, понимаете. Если человек не хочет принимать, значит, не будет счастья. Итак, смотрите, допустим, вот теперь логика мужчины. Давайте смотреть в глаза мужчины. Вот мужчина, допустим, говорит жене, как у тебя самочувствие, как дела? Она, ну, говорит, плохо. Ну, допустим. Что это означает? Ну, то есть мужчина думает, ничего себе, как бы я подошел, нежно отношусь, она капризничает передо мной. Да я сейчас ей устрою. Понимаете, если она вот так себя капризничает, да, вот так себя ведет. Что это значит для нее? Вот как она, ну, как она, женщина, воспринимает эту ситуацию? Вот она капризничает. То есть мужчине, понимаете, у мужчины вот в сердце дырка вот здесь. У нее психика от женских эмоций вообще не защищена. Если женщина эмоционально что-то говорит, отстанет меня, допустим. Это для нее означает, я устала, хочу отдохнуть. А для него означают такие слова предательство. Типа, она меня не любит. Отстанет меня. Значит, ужасно все. Потому что у него в сердце появляется боль от этих слов очень сильная. Он такой, она меня не любит. Понимаете, у мужчины от женских эмоций психика не защищена. Поэтому если вы хотите, допустим, остаться одной, вам очень тяжело рядом с ним, а женщине иногда надо быть одной, она не всегда может счастье мужчине дарить. Кстати, у мужчины вот эта микросхема на это вообще не работает. Он не понимает, что женщина, она когда рядом с ним находится, она ему отдает энергию счастья и истощается от этого. Ей нужен отдых. Она не против отдавать, но ей нужен отдых. И если ты подходишь, она говорит, у меня плохое настроение, не могу сейчас с тобой общаться. Надо отходить, потому что потом еще будет хуже. Мужчина обычно говорит, как плохое настроение. Ты моя собственность всегда мне должна дарить счастье. И дальше начинается жесть просто, потому что у нее силы нет с ним общаться, а он хочет от нее энергии, любви. И дальше начинается скандал, потому что женщина чувствует несправедливость. Она чувствует, что она все, что могла, отдала. Он еще хочет, он ненасытный, ему все мало. И она начинает плакать, кричать, истерить. Согласна женщина, так? Да. Что должен делать мужчина? Подошел, видишь, что у нее нет сил, нет настроения, отойди, не трогай. Дай отдохнуть человеку. Не то, что она тебя не любит, просто она устала, ей нужен отдых. Женщина устает от отношений, ей нужен отдых, потому что она туда отдает энергию любви. Теперь, как относиться к мужчине? Допустим, вы хотите сказать, отстань от меня. Надо, понимаете, вот если вы, допустим, женщине говорите, он такой секой, я там, мам, мне отстань, ля-ля-ля-ля. Очень эмоционально женщине говорите, допустим. Женщина, я тебя понимаю, да, надо ля-ля-ля. То же самое, так же эмоционально. Все, друг друга поняли. Вот теперь, если вы мужчине так же эмоционально говорите, он это воспринимает, как, что его режут прямо по сердцу. Понимаете, если вы что-то мужчине хотите сказать, сбавьте эмоции в 10 раз. Скажите, отстань от меня. Я отстаю. Аккуратненько, мягненько. И тогда он поймет. А если скажете, отстань от меня, отстань. Вот, понимаете, вы думаете, что это он взбесился-то? Женщина, она ему просто сказала обычно, отстань от меня. Она такая эмоциональная по природе. А это все идет глубоко в сердце и лежит ему по сердцу. Что у него нет защиты от женских эмоций. У мужчины вообще нет. И она думает, что он взбесился что ли? Что он на меня орет? Я ему сказала, просто отстань от меня и все. А он взбесился, потому что его зарезали в этот момент. Эмоции женские. Поэтому, если вы хотите с мужем общаться на какие-то темы, то избавьте эмоции. Допустим, вы хотите по душам с ним поговорить. Некоторые женщины еще подливают масло в огонь. Говорят, пойдем поговорим. Сильно надо. Понимаете, вот все этого достаточно у него. Он уже сдох, понимаете. Потому что это как бы для него эмоциональная буря просто произошла. Эмоциональная буря. Все. Мужчина, вот женские эмоции, если они супер позитивные, допустим, очень эмоционально можно. Я тебя так люблю. Допустим, очень эмоционально. Он такой, его сразу расслабит. Он такой, все, как бы, его сразу расслабит. Супер, хорошо. Согласен на такие эмоции сильные. Но если это негативные, хотя бы чуть-чуть сильные, его просто по сердцу так долбанет, что мало не покажется. И в чем заключается уважение в данном случае к мужчине? Надо всегда говорить поменьше, меньше эмоций. Спокойненько. Даже если у вас много эмоций внутри, спокойненько. Я сегодня хочу побыть одна. И не надейтесь, что он поймет то, что вы сказали. Потому что для того, чтобы мужчина понял, нужно несколько раз и на это настройтесь. Допустим, вы сказали, я сегодня хочу побыть одна. И, допустим, пошла в свою комнату. Знайте, что дальше будет следующее. Он придет к вам. Скажет, что такое? Надо ему повторить. Я сегодня хочу побыть одна. По-доброму опять. Настройтесь на пять раз минимум. Потому что дальше он спросит, что я что-то не так сделал. И вам надо сказать, нет, я устала. И сегодня хочу побыть одна. Потом дальше он скажет, нет, я не согласен. Что-то тут не то. И вы скажете, я сейчас заплачу. Вам не обязательно плакать при этом, понимаете? Плакать не надо. Просто нужно это сказать. Он скажет, а, я понял. И идет. Но если вы настроились, женщина настроилась на пять раз, у вас вообще ничего не шелыхнется. Вы просто должны знать, что на него дойдет только на пятый раз. Вот, допустим, если вы женщине говорите, я устала, хочу побыть одна. Она скажет, да-да-да, все, иди. С первого раза все. А мужчина, понимаете, он тупой в этом вопросе. Он не может понять, почему жена, моя жена хочет побыть без меня. У него не укладывается это вообще в голове. Понимаете? Вот так и надо осознавать эту ситуацию. Некоторые женщины начинают истерить. Отстань от меня, допустим. И она хочет же поодна побыть. Он такой, он вообще как бы, он, понимаете, он вообще, ну как бы, он же хорошо. Он по-доброму просто не дал ей побыть одной. Она уже все, с ума сходит. Она уже не знает, что с ней делать, чтобы он от меня отвязался. Дал мне возможность побыть одной. Он же не знает, что делать вообще. И начинает кричать. А он такой вообще, он как мужчина воспринимает. Как бы он думает, что она хочет, чтобы я ее успокоил. Но сказать не может. И как бы идет и лезет, и лезет к ней. И она начинает истерить. А он-то думал, он как бы, он же герой. Он хотел, ну как бы, жене помочь, как бы. Он хотел ей сделать приятное. Шел сквозь терни, как бы. Она закрылась в квартире. Он открыл замок там. Прошел, как бы все. Он как бы побеждает судьбу, все. И тут она начинает орать. И он говорит, вот дура мне досталась вообще. Я к ней отношусь совершенно по-доброму. Она на меня орет. Женщины, слышите, о чем я говорю? Ну то есть, в чем дело, почему скандал начался? Потому что просто нет знания о том, кто как устроен. Надо говорить еще раз, еще раз, еще раз. Потом чуть-чуть эмоции включить, как бы, типа, сейчас если не уйдешь, то буду плакать. Но плакать не обязательно при этом. И он раз пошел, все, он понял, что вот ситуация такая опасная уже. Мужчины, поймите, что уважение к женщине означает буквально понимать ее слова. Вот, допустим, она говорит, мне плохо. Это не означает, что ты дурак или ты плохой. Это означает, что ей плохо. Если она говорит, что это капризно, это не значит, что она тебя ненавидит, не любит. Это значит, что ей плохо. Теперь, если она говорит вам, посмотрите теперь, дальше, развиваем мысли. Допустим, если она говорит вам, вот вы, допустим, к ней подошли, что-то начинаете с ней общаться, и она бы говорит вам, вот, смотрите, даже вот, это парадокс вообще для мужчины, но это так. Смотрите, она говорит вам, я не знаю, как я вообще с тобой живу. Это означает только одну вещь, мне плохо. Или она говорит, мы с тобой разные и несовместимые. Это означает только одну вещь, мне плохо. Или она говорит, лучше бы я, наверное, кого-то другого нашла. Я так устала с тобой. Это означает только одну вещь, мне плохо. Все. Теперь, на следующий день, допустим, если вы считаете, что я вам не сказал правду, мудрость, вы на следующий день подходите к женщине и говорите, ну что, как бы ты вчера сказала, что мы с тобой разные, и лучше бы мы не были вместе. Мужчины, поймите, если женщина сама не доверяет своим словам, то почему вы им доверяете? Если женщина говорит все, что угодно, просто потому, что ей плохо, то надо просто спокойно к этому относиться, понимаете, не обращать внимания. Потому что завтра она скажет прям противоположную вещь. И если как бы психику женщины взять и понять, почему она это сказала, вот взять, вот в глубину психическую женщину посмотреть, почему она это сказала. Она смотрит на мужчину, он такой сильный, непреклонный, влиятельный, меня замучил, и надо ему сказать что-то такое, чтобы ему стало плохо так же, как мне. И это, ну сказать можно только то, что его сильно заденет. А что его может сильно задеть? Что мы разные жить вместе не можем. Больше ничего не подействует. Говорю это. А дальше будет, что будет. Потому что я уже его терпеть не могу просто рядом с собой. Я правильно говорю женщине? Так работает все система. И потом понимаете, представляете, что дальше происходит. Он уходит, и она проходит пять минут, она говорит, зачем я ему это сказала вообще? Ну, кошмар какой-то, зачем я вообще это сказала? Он теперь меня бросит. Знаете? То есть, зачем женщина выходит замуж? Она выходит замуж только по одной причине. Она сама с собой справиться не может. Нужен кто-то, кто ей помог, понимаете? И поэтому он так себя ведет. Она проверяет. Он может со мной справиться или нет? И даже, представляете, буквально, ко мне подходит девушка, допустим, много раз так было. Она говорит, Олег Геннадьевич, он хороший парень, все, мы друг друга любим, но замуж я для него не пойду. Я говорю, почему? Она говорит, он со мной не справится. Не справиться означает вот эти вот самые эмоции. То есть, она сказала, он умер. Понимаете? Она чувствует, что это так, и у нее нет гарантии в жизни. Вот она, допустим, на него обиделась, она смотрит. Вот они общаются, обиделась, смотрит. Как он будет себя вести? Если он ведет себя, как будто ничего не произошло. Она говорит, О, за этого замуж выхожу. Потому что он со мной справляется. Мужчины, понимаете, мудрость мужская означает не обращать внимания просто на женские эмоции. Дать ей возможность обижаться, радоваться. Вот мне нравится вот этот фильм «Белое солнце в пустыне», когда там это, динамит взорвали, три мужика сидят, фуражки слетели, а им хоть бы хнули. Вот эта мужская сила вот там показана, допустим. Или жена там бежит по берегу, там орет. Как бы, не уходи, Нилала! Он такой, ваше благородие. Вообще никак не обращает на эмоции женщину. Я думаю, во, настоящий мужчина. Показывали настоящих людей там, понимаете? Вот. Особенно вот эти вот мужские отношения. Или там динамит полетел. Он раз прикурил, назад бросил. Понимаете? Вот это и есть как бы мужская психика настоящая. Или это Абдулла такой, как бы, такой невозмутимый такой, как бы, понимаете? Или этот Саид, который там, его закопали, он сидит такой, поет такая песня. Закопали уже там, ничего не сделаешь, помирать надо, а он поет, сидит. И этот пришел, смотрит на него такой. Вообще не обращать внимания. Нет, раз, начал его выкапывать. Он отвернулся такой, другой снизу. Во, настоящие мужчины показаны, понимаете? Вот это приятно посмотреть. Мужская психика должна быть твердая, как скала в отношениях женской. Тогда женщина просто, как за каменной стеной, она защищена. Она очень любит такого мужчину, уважает, ценит. Потому что она обиделась, он не обратил внимания даже. Я правильно женщину говорю? Нет. Теперь, смотрите, мы говорим сегодня об уважении к женщине. И это всегда для мужчины супер аскеза. Поэтому и Бог так создал, что мужчина должен стать сильным в жизни. Он должен совершать аскезы, терпеть голод, холод. Он должен стать очень терпеливым для того, чтобы приносить счастье своей жене. Потому что именно если он таким станет, она будет бесконечно счастлива рядом с ним. И когда это происходит, она начинает, естественно, его уважать, слушать его мнение. Понимаете, женщину заставить себя уважать невозможно. Если женщина тебя не уважает, ну, допустим, вот я вам рассказал, как женщина должна, ну, мужчина себя вести. Я расскажу, как женщина должна себя вести. Понимаете, эта лекция, она очень экстремальная для всех. Потому что если вы сейчас услышите, как вы себя должны вести, и не услышите, как ваш муж должен себя вести, тогда вы услышите лекцию правильно. А если вы услышите, как муж должен себя вести, но не услышите, как вы, тогда вы разрушите свою семью. Потому что уважение – это дело добровольное, понимаете? Вы не можете заставить себя уважать близкого человека. Вот если вы хотите уважать, уважайте, пробуйте. Если будете правильно делать, он потом вас будет уважать. Это 100%. И будет вот так относиться, как я рассказал сейчас, как к женщине надо относиться. Теперь как надо относиться к мужчине? Это очень большая аскеза женщин, то, что я сейчас буду рассказывать. А то, что сейчас я рассказал, как надо женщиной себя вести, для мужчины очень большая аскеза. Но еще раз повторяю, смотрите, в отношениях есть точка входа всегда, точка входа. Точка входа – это уважение. Если вы вот эту аскезу в семье не сделали, дальше ни на что не рассчитываете. Вот если мужчина не может женские эмоции терпеть, не может спокойно относиться к тому, что она вытворяет в своих эмоциях ее словам, вот этим всем, которые непонятно на что направлены, к ее желаниям поболтать с подружками, сходить на лекцию куда-то и так далее. Это все просто для нее необходимость. Или она постоянно там украшения хочет или платье. Это так устроенная психика, ничего не сделаешь. Так же, как ты хочешь выпить, она хочет платье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok